Окончательные итоги работы семинара были подведены в пресс-центре МТЛ радиокомпании «Арис». На вопросы журналистов из разных городских СМИ отвечали заместитель министра образования Республики Башкортостан Артур Сурин и начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства Марва Гельмуддинова. Начали с того, почему именно город Кумертау был выбран площадкой для проведения такого масштабного семинара. Я отмечаю все направления деятельности учреждений дополнительного образования в вашем городе на уровне и материальной базы, и, самое главное, организации деятельности воспитания детей и результат высоких достижений в республиканском, международном, всероссийском уровне. Поэтому мы выбрали город Кумертау. Речь шла о том, что сегодня во времена оптимизации в республике уже сокращено около 50 учреждений доп. образования. Где-то сокращены, где-то несколько учреждений объединены в одно. Поэтому главная задача сегодня, по словам замминистра образования, сохранить число обучающихся в учреждениях доп. образования. Это самое главное. Почему? Потому что чем больше мы занимаем учащихся дополнительным образованием, тем меньше будет различных преступлений, асоциальных явлений. Это давно доказано. Главное, как отметили участники пресс-конференции, надо сохранить материально-техническую базу учреждений. Также продолжить развивать содержание, то есть развивать все направления занятий. Спортивное, туристическое, техническое, биологическое, художественное. Мы должны усовершенствоваться, мы должны дальше развиваться, работать на благо наших детей. Это не громкие слова. Действительно, мы должны сохранить бесплатность, доступность дополнительных услуг именно на базе учреждений дополнительного образования детей. Конечно, используя возможность общения с заместителем министра образования, журналисты задавали много вопросов. Вопросы касались не только системы доп. образования, но и в целом. Новых стандартов, в соответствии с городским школ этим стандартам, как в республике проходит кампания круглогодичного оздоровления детей и многое другое. Татьяна Сафонова, Владимир Прищепа. Новости. Новости.